Сегодня на уроке мы с вами поговорим про ConstrayLayout в Shitpack Compose Итак, ConstrayLayout это тоже контейнер, такой же как, допустим, Column, Row, только в нем элементы располагаются друг относительно друга Если в случае с Column у нас элементы располагаются друг за другом по вертикали, в случае с Row у нас элементы располагаются друг за другом по горизонтали А в случае с ConstrayLayout, как я уже сказал, они располагаются друг относительно друга Вот на этой картинке можно посмотреть примерно как это происходит Мы уже не располагаем просто, то есть добавляем в контейнер и они сами где-то уже располагаются А указываем относительно чего располагаются элементы Допустим, вот этот квадратик это и есть наш ConstrayLayout, то есть родительский элемент И к этому родительскому элементу мы прикрепляем элемент А, видите, стрелками указано То есть с левой стороны элемент А прикрепляем к родительскому элементу и даем небольшой отступ С правой к верху родительского элемента и даем небольшой отступ Все, у нас здесь зафиксируется наш элемент А, ну пусть будет, допустим, текст какой-то Дальше я хочу, допустим, с этой стороны от этого текста давать какую-нибудь картинку Это у нас будет, образно говоря, элемент B Как я ее добавлю? Я могу указать, что я прикрепляю эту картинку, этот элемент B С левой стороны к правой стороне элемента А, а сверху к верху элемента А Ну еще здесь, видите, указано, что прикрепляю к родительскому элементу с правой стороны Тогда будет посередине между элементом А и родительским элементом Вот здесь, видите, вот так вот станет посередине У них одинаковый зазор здесь получается И теперь, если я хочу, допустим, какую-нибудь кнопку добавить сразу внизу под элементом А Что я делаю? Я указываю, что эта кнопка здесь не указана, но представьте себе, что здесь есть стрелка Прикрепляю вверх кнопки этого элемента С к низу элемента А Левую сторону элемента С к левой стороне элемента А И правую сторону элемента С к правой стороне элемента А Вот и все, и таким образом я могу создать вообще сложную разметку, просто указывая, что к чему прикрепляю Давайте все посмотрим на практике, я вам все подробно расскажу, чтобы вы уже могли легко и просто использовать ConstrayLayout в ваших проектах Создаем новый проект, выбираем Empty Activity Это у нас Jetpack Compose проект Next И давайте назовем, к примеру, Compose ConstrayLayout Lesson Все, жмем Finish Загружается проект Давайте все лишнее удалим, оставим только то, что нам понадобится Этот Surface удаляем Greeting тоже удаляем Preview оставим, потому что мы будем на превьюшке смотреть, не будем эмулятор запускать И ConstrayLayout Dem тоже удаляем Все, вот здесь, в Greeting Preview Давайте это скопируем и вставим вот сюда Мы это и будем запускать Здесь у нас пойдет наш ConstrayLayout Чтобы использовать ConstrayLayout в нашем проекте, нужно добавить специальную зависимость Для этого идем в Gradle Scripts, то есть нужно скачать специальную библиотеку Идем в Build Gradle Module, вот сюда Сейчас в новых версиях, когда вы запускаете, часто выходит ошибка И что-то там ругается на версию 34 Если у вас такое произошло, у вас выйдет сообщение Log, что есть ошибка Просто вот здесь выберите сразу, заранее, версию 34 Все, это у нас Compile SDK и Target SDK То, что подчеркивает красным, не обращайте внимания, это баг в Android Studio Синхронизируем проект Можно было бы его синхронизировать после, когда мы добавим в библиотеку Не знаю, зачем я сразу это сделал Теперь копируем одну из строчек, чтобы самим ее не писать Все, скопировали Так что была, осталась вот эта вот А эту давайте изменим То есть мы должны добавить зависимость Constrain Layout И пишем Constrain Layout Constrain И вот у нас уже выходит подсказка Constrain Layout, Compose И сейчас версия самая свежая 1.0.1 Выбираем ее, все Добавилась зависимость Синхронизируем проект И с этого момента мы сможем уже добавлять Constrain Layout И пользоваться им в нашем проекте Когда мы создаем разметки Идем в MainActivity, все Все синхронизировалось Давайте теперь создавать Итак, вот у меня есть Composable Допустим, здесь я создаю разметку одного экрана Поэтому вся разметка у меня пойдет в Constrain Layout Я выбираю Constrain Layout Все, он уже появляется, потому что мы его добавили И укажу, что у меня Constrain Layout будет занимать весь экран Поэтому беру Modifier Modifier, как всегда мы это делали Для любого контейнера Выбираем Modifier из пакета Compose UI И здесь я просто прописываю Fill Max Size Все, он займет весь экран И вот здесь самое первое, что нам нужно сделать Любой элемент, который мы будем добавлять в Constrain Layout Его как-то нужно называть У него должен быть свой референс Так мы будем на него ссылаться И говорить, к какой стороне этого элемента Что мы прикрепляем Поэтому нам нужны эти референс Они создаются следующим образом Пишем Val, как обычную переменную Только в круглых скобках Мы через запятую перечисляем все названия Поэтому если у вас будет, допустим, 20 элементов И вы их все хотите прикрепить Друг относительно друга Вам нужно дать здесь 20 названий 20 референс Названия вы сами придумываете Так что давайте их по смыслу Иначе будет тяжело после разобраться Что вы к чему прикрепляете Если вы не помните название В моем случае у меня будет всего 3 элемента Поэтому я просто напишу, допустим У меня будет текст, баттон и какая-нибудь картинка Имидж Поэтому я так и назову Не буду выдумывать никакие названия Поэтому у меня будет текст, запятая Баттон, запятая И будет имидж Все Далее Нам нужно создать эти референс Чтобы ConstraintLayout знал Что под этими названиями Будут какие-то элементы Мы после этих названий Присвоим этим элементам Я вам покажу как Выбираем Create Reference Вот Refs Create Refs Смотрите внимательно Есть там еще без S Но это нам не подойдет У вас тогда будет подчеркивать Красные волнистые линии Это значит, что вы не ту функцию добавили Нам нужно Create Refs Все, теперь у нас есть Три названия, которые мы будем использовать В ConstraintLayout И вот теперь мы просто добавляем Все элементы, чтобы расположить их Так, как нам нравится Давайте начнем, допустим, с кнопки И посмотрим, как она располагается Если я вообще Этой кнопке никакие референсы не дам И что вообще произойдет Просто добавляю кнопку Внутрь контейнера ConstraintLayout Пишу Button У меня уже здесь есть Unclick Я его использовать не буду Поэтому Сделаю так Все И добавлю текст в эту кнопку Чтобы было какое-нибудь название Напишу, к примеру ClickMe ClickMe Enter Вот теперь давайте посмотрим Сделаем сплит И посмотрим Так Build and Refresh Посмотрим, где будет наша кнопка Если мы вообще ее никуда не прикрепляем А добавляем в ConstraintLayout Таким вот образом Все, как вы видите Кнопка идет в верхний левый угол Как и все элементы И в других контейнерах Поэтому если я хочу расположить ее В каком-нибудь месте Я должен ее прикреплять Давайте себе представим Что я хочу расположить кнопку В правом нижнем углу Вот здесь И еще, чтобы были отступы Как я это сделаю с помощью ConstraintLayout Все очень просто Заходим, где у нас есть Unclick Где мы вообще добавляем Modifier Вот круглые скобки И там мы добавляем Modifier Сразу после функции Unclick Метода Unclick Мы добавляем Modifier Вот он И указываем Modifier Из пакета Compose UI И у нас теперь есть ConstraintAs То есть прикрепить эту кнопку Как Вот здесь мы и даем ей название То есть мы ее прикрепляем И с этого момента ConstraintLayout будет знать эту кнопку Под тем названием Которое мы ей дадим Я хочу, чтобы она назвалась Button Поэтому указываю ConstraintAs Button Все, прикрепили эту кнопку Вернее еще не прикрепили Но указали, что Называться она будет Button И вот здесь в фигурных скобках У нас есть Top Start End И Bottom Top это означает вверх Я думаю вы уже знаете Start это означает слева End Означает справа Ну в нашем случае Потому что Допустим на арабском языке У них будет наоборот Потому что они же пишут справа налево А не слева направо Но в нашем случае Нас это не интересует Поэтому в нашем случае Start это будет слева А End это будет справа И поэтому мы можем указать Куда что прикрепляем У ConstraintLayout У ConstraintLayout уже есть название По умолчанию Поэтому мы ему Никакое название не даем У ConstraintLayout У родительского элемента Название это Parin Поэтому я указываю Смотрите Я указываю что Допустим Если я хочу Как я вам ранее сказал Расположить эту кнопку В нижнем правом углу Да еще с каким-нибудь Отступом От низа и от права Тогда я делаю следующее Я прописываю что Bottom А Bottom это низ Данной кнопки имеется ввиду LinkTo То есть я пишу Прикрепить к К чему Вот здесь я должен Перечислять вот эти Идентификаторы Если я хочу Расположить относительно Какого-нибудь другого элемента Который будет Внутри ConstraintLayout А если я хочу Относительно Самого ConstraintLayout А это так и есть В моем случае Для примера сейчас То я указываю Просто слово Parent Точка И хочу Прикрепить Низ кнопки Книзу Родительского элемента Вот так я и делаю Но хочу Чтобы был отступ Поэтому я могу Здесь после Того как я указал Относительно Чего я прикрепляю Низ этой кнопки Могу поставить Запятую И указать Отступ 16 ДП например Все Импортируем ДП Альт Энтер Готово И теперь я еще Должен указать Справа Потому что смотрите Если я просто указал Баттам Прикрепить к низу Родительского элемента То значит теперь Кнопка будет внизу Но слева и справа Я не указал где будет Поэтому по умолчанию Будет всегда слева Так что если я хочу Чтобы было справа Мне нужно еще Прикрепить правую сторону А правая сторона В нашем случае Это Энт Все Поэтому я указываю К правой стороне Также Parent Родительского элемента И также Чтобы там был отступ 16 ДП Вот теперь кнопка будет Внизу справа Поэтому зная все это Я знаю где я хочу Прикреплять элементы Все видите А теперь я уже могу К самой кнопке Что-нибудь прикреплять Давайте сделаем Еще интереснее Давайте сделаем Чтобы кнопка была В середине А к ней уже начнем Прикреплять другие элементы Ну допустим Текст Имидж и так далее Как сделать Чтобы кнопка была В середине Тогда мы можем Вообще Вот эти маргины Убрать А просто Прикрепить По всем сторонам Слева Сверху Снизу И справа К родительскому элементу И тогда кнопка Будет посередине Значит у нас Есть еще Топ То есть Верх кнопки Кверху Родительского элемента Что у нас еще есть Это у нас Еще Старт Это у нас С левой стороны Опять же К левой стороне Родительского элемента Старт Вот все И теперь кнопка Будет ровно посередине Все Вот она наша кнопка Теперь Если бы я захотел К ней что-либо прикреплять Ну допустим Чтобы над ней был текст То все очень просто Я добавляю сразу После этой кнопки Текст Где мы прописываем текст Неважно В данном случае Текст И назову К примеру Hello World Hello World Все Есть у меня текст И здесь все То же самое То есть мы должны дать Название данному тексту С помощью Modifier Constraint As И указать Куда мы его хотим прикрепить Поэтому можно просто скопировать И добавить вот это все Только теперь я указываю Что мой текст В Constraint Layout Будет называться Как текст А не как button Чтобы мы на него могли ссылаться И к нему что-либо прикреплять Все Он будет называться Как текст И теперь Как я хочу прикрепить Я хочу прикрепить Видите как у меня текст стал Потому что я скопировал все Как у button Нет Я теперь хочу сделать Следующим образом Я хочу чтобы этот текст Был выше кнопки И с небольшим отступом Это значит что Низ моего текста Я должен прикрепить Кверху кнопки уже А не родительского элемента Поэтому выбираем Поэтому выбираем button Это и есть низ моего текста Прикрепить уже не к parent А прикрепить к button Потому что у нас есть button Правильно мы создали И присвоили это название button Этой кнопке Так что я теперь говорю Низ моего текста Прикрепить к кнопке button К ее верху И сделать отступ Ну то есть Тоже пусть будет 16 dp К примеру Все Низ прикрепил А теперь чтобы еще Если это все вот это вот уберу Смотрите что будет происходить Теперь у меня Текст находится Чуть выше кнопки Но так как я не указал Слева и справа И это все удалил То он по умолчанию Опять же слева будет Я хочу чтобы он был Сразу над кнопкой И посередине этой кнопки Значит я могу прикрепить Левую сторону текста К левой стороне кнопки И правую сторону текста К правой стороне кнопки Тогда будет ровно посередине Этой кнопки Поэтому я выбираю Start текста Прикрепить к Button И у нас есть Также старт У Button Здесь уже отступы Не нужны А end текста End Прикрепляем к end Опять же Этой кнопке Так написал End End Все вот теперь у нас Текст будет ровно посередине Смотрите Все ровно посередине Если бы я сейчас Еще захотел картинку Вот здесь добавить Тоже можно это сделать Без проблем У меня же есть уже Идентификатор Который я придумал Если у меня появится Еще элемент Забитая И прописываем Еще один Один референс Ну в данном случае У меня не будет Поэтому только будет Image Так что добавляем Еще и Image Пишем Image Все И теперь нужно добавить Content Description Здесь я просто Напишу Бла И картинку Берем Painter Resource И нам нужно передать Идентификатор картинки У меня картинки нету Я сейчас ее скопирую сюда Я скачал Картинку Таноса Так что добавлю ее сюда И пропишу Идентификатор картинки Вот здесь Чтобы она показалась Как Image Все копируем сюда картинку Пест Окей Это Танос Значит прописываем R.drawable Точка И у меня здесь есть Название Танос Enter Все Так давайте это перенесем На следующую строчку Это можно пока что закрыть И смотрим что у нас сейчас получилось Я пока что этот Image Никуда не прикреплял И вы уже знаете Он будет в верхнем левом углу Если я его не прикрепил Видите Вот здесь появился А я хочу чтобы он был Точно по центру Данной кнопки Потому что если я передвину кнопку Все элементы Которые к ней прикреплены Тоже передвинутся В этом тоже есть преимущество Constrain Layout Все элементы Относятся друг Относительно друга Поэтому когда я передвигаю Один элемент Так как другие Привязаны к этому элементу Они тоже движутся И остаются Так же как и были Над этой кнопкой Но кнопка уже в другом месте Значит они тоже уже в другом месте Понимаете И поэтому Не нужно будет все их Заново перестраивать Ладно Давайте теперь посмотрим Как мы прикрепим Данный Image В Image то же самое Нужно передавать Modifier И настраивать его Только теперь я указываю Что эту картинку Я прикреплю As Image Потому что у меня же еще есть Последний элемент Это Image Три переменные Которые я создал Это и есть Мои референс Все Только я теперь хочу сделать Не таким вот образом Как текст Потому что я же это Из текста скопировал А хочу сделать то же самое Только чтобы картинка была Над текстом Поэтому я указываю Button Данный Image То есть низ этой картинки Прикрепить Кверху Но уже не Button А кверху текста Все Все остальное можно оставить Потому что левую сторону картинки Мы можем прикрепить Как у нас сейчас уже здесь прописано К левой стороне кнопки А правую часть картинки К правой стороне кнопки Поэтому если я передвину кнопку То и картинка и текст пойдут вместе с ними Но также будут посередине данной картинки Это легко проверить Если я сейчас передвину кнопку Смотрите Кнопка у меня находится В середине Правильно Вот она Button Я указал что Прикреплена ко всем сторонам Значит будет посередине Если я откреплю отверха То кнопка упадет вниз Потому что она прикреплена книзу Слева и справа Так что будет посередине Но внизу Потому что верх не прикреплен Но все элементы пойдут вместе с ней Все Видите Вот таким вот образом можно сделать Я вам советую попрактиковаться И попытаться создать более сложные композиции Используя разные кнопки Тексты и так далее Можете даже в интернете поискать Какой-нибудь юсерский интерфейс Какого-нибудь приложения И попытаться его воссоздать С помощью кодстрела яута На практике вы намного быстрее Это все изучите Я вам просто показываю основы И у нас есть еще один элемент интересный Это Гидлайн Гидлайн Это как бы Невидимая линия Которую мы добавляем И мы можем указать в процентах Допустим Отверха Отнизу Слева Либо справа Где она находится И к ней уже прикреплять элементы Поэтому если я хочу Допустим Чтобы у меня кнопка шла Ну не знаю там На 20% от низа В любом экране Почему на 20% Потому что любой экран Возьмется как 100% Его высота Либо ширина И мы возьмем 20% От этой высоты А экраны же могут быть разные Но мы точно укажем 20% И тогда кнопка будет ровно на 20% Если вы укажете в DP В чем проблема Проблема в том Что у всех расширение экрана Разное И если мы говорим про высоту Допустим В одном сантиметре У одного смартфона Я не знаю там допустим 100 пикселей А у другого 1000 пикселей Поэтому у нас Если вы укажете там Не знаю От низа 30 DP То на одном смартфоне Это будет много А на другом Это будет мало А если вы укажете 30% То везде это будет 30% от общей высоты экрана Либо ширины Вот в этом Нам помогает Опять же Гидлайн Создается он очень просто Есть разные варианты Смотря откуда Я хочу брать этот отступ Ну допустим Я хочу взять от низа Тогда я создаю Это у меня будет К примеру Bottom Гидлайн Все Bottom Гидлайн Равно И мы просто пишем Create Гидлайн From Bottom Видите То есть Я указываю Откуда создать Этот гидлайн Начиная снизу И здесь я могу указать В DP Либо как я уже сказал В процентах В процентах Мы указываем таким образом То есть Значение флот От нуля до одного Я указываю Допустим 20% Это будет 0,2 F Все Я создал эту линию Она где-то Здесь появится Мы ее не увидим Но она будет На 20% От низа Если бы я хотел отверха Тогда я бы указал Create Гидлайн From Top Все Тогда сверху будет 20% Вот так Но мне нужно снизу Чтобы кнопка была там Поэтому я указываю From Bottom Все И как мы теперь Этот Bottom Гидлайн Используем У этих Гидлайн Нет верха Низа Поэтому мы не указываем Допустим Bottom Гидлайн Bottom Нет Мы просто указываем Bottom Гидлайн Где нам нужно В данном случае Если хочу Чтобы у меня кнопка Шла там Где эта линия Находится На 20% От низа Значит я указываю Что bottom Данной кнопки Прикрепляю Уже не к parent Bottom А прикрепляю К bottom Гидлайн Все Не указывая Кверху Либо низу Либо слева Либо справа Потому что Это у нас Гидлайн У нее нет сторон Это просто линия В данном случае По горизонтали Я к ней прикрепляю Но если я укажу Таким вот образом Только bottom Прикрепил Это значит Что эта линия Проходит вот здесь Где-то Видите Сразу под кнопкой И кнопка ложится на нее Потому что Только низ прикреплен Если я еще Прикреплю Вверх этой кнопки К этой Гидлайн То произойдет Следующее Тогда кнопка Будет как бы Посередине Это значит Что линия Будет ее Пронизывать Вот так Посередине Тогда у нас Будет не над линией А прям В середине Этой линии Если вам это нужно Тогда делаем следующее Просто пишем Можно скопировать Что top Мы тоже прикрепляем К этой Гидлайн Все Сейчас посмотрим У нас кнопка Будет чуть ниже И будет линия Приходить примерно Посередине Данной кнопки Там где идет Этот текст Click me Все видите Немножко пониже Стал Теперь ровно В середине И вот здесь У нас проходит 20% Так что можно сказать Что центр кнопки Находится на 20% От низа И все Вы сможете таким образом Создать любую разметку То же самое Если вам нужно Какой-то элемент Добавить отверха Как я уже сказал Допустим На 10% Либо на 20% Вы уже берете Гидлайн From Top И добавляете уже К нужному элементу А на этом у меня все Я надеюсь Что все было понятно Еще раз повторюсь Я вам советую Попрактиковаться Попытаться создать Более сложные Композиции Чтобы у вас Это все в голове Закрепилось Тогда вы начнете Уже понимать Что ничего сложного Здесь нет Вообще Кодстрейлайлт Он достаточно простой И очень удобный Как всегда Весь код урока Найдете у меня на веб-странице Ссылку оставлю В описании к этому видео Если вам видео понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если еще не подписались Если хотите поддержать канал То все возможные способы Найдете в описании К этому видео А на сегодня Я с вами прощаюсь Увидимся на следующем уроке Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok